Добрый вечер, дамы и господа! Мне хотелось бы сегодня поговорить с вами о том, что я окрестил синдромом Левиафана. Совсем недавно я в своем видосе ругал Левиафан, говорил, то есть у меня была такая версия, почему же Министерство культуры отвалило бабки на этот фильм. Сейчас я возвращаюсь к этой теме, потому что Левиафан в свете последних событий кажется мне очень актуальным. Сейчас я объясню, почему. Актуальность Левиафана заключается в следующем. В фильме, как известно, главные герои, бывшие солдаты, играются с оружием, стреляют по мишенькам из бывших лидеров. И когда реальное зло приходит к ним и стучится в дверь, они отнюдь к этому оружию не прибегают, они как будто бы забывают, что это оружие у них вообще было. Вот, собственно, об этом речь, да, ружье, которое показывают нам на экране, оно не выстреливает. К сожалению, когда я вижу последние события, происходящие в России, я могу смело констатировать, что, скорее всего, Звягинцев, увы, поставил совершенно точный диагноз. Диагноз поставлен верно, то, что он не дает выхода из этой ситуации, может быть, это, то есть, это, конечно же, играет все в ту же самую лузу, да, шарик катится, то есть, действительно, все на подкорочку записывается, как я и говорил до этого, и не возникает желания взяться за это самое оружие. Так, вопрос о том, что сколько нужно смертей для того, чтобы мужик как бы проснулся, да, может быть, уже некому просыпаться, может быть, все так в этом мире сделано сейчас, странным, неолибералистском, обществе спектаклей и так далее, да, что есть какие-то пассионарии, которые стоят на стороне зла, и которые ездят на сафари в ДНР и ЛНР, ездят в ИГИЛ, рубить чьи-то головы. Но те люди, которые стоят на стороне добра, они способны только болтать. Ну, вот я способен только болтать, да, я честно признаю это, я не боец, я художник. Может быть, надо, чтобы я приехал в Россию и что-то начал делать, уже не как художник. Может быть, вот художник должен вмешаться в такие вещи, да, то есть человек неподготовленный, без всякого умения там стрелять, держать оружие в руках. Я, кстати, всегда оружие боялся, настоящего как-то, даже брать его в руки мне было неприятно. Ну вот, тем не менее, ну, я стрелял в тире, конечно, несмотря на свои такие неприятные ощущения. А есть люди, которые с этим оружием дружат, вот Мальцев, да, я слушал. Почему я сегодня об этом, вот сейчас прямо об этом говорю? Ну, потому что я наслушался очередное шоу Мальцева, посвященное смерти Мальцева. И там, в процессе этого шоу, если кто-то не видел, он может посмотреть записи, была довольно неприятная стычка между секретарем, если так его можно назвать, помощником или компаньоном, да, точнее будет сказано, Эдуардом Бабаджаняном и самим Мальцевым в эфире, когда они сцепились, стали ругать друг друга. Мальцев пытался как бы прикрикнуть на Эдуарда, что у него получилось, я не знаю. Я не знаю как бы и того и другого, я знаю в смысле только их по видосам, по этим шоу. Это неоднократно происходило, но дело даже не в том, а дело в том, что Бабаджанян сказал довольно мрачную вещь. Он сказал, что если здесь никакой нет конспирологии, да, что-то если это приехали люди из ДНР и просто так увидели на улице Немцова, проезжали на машине пьяные, например, да, и увидели, о, нихуя себе там, о, это ждяра идёт, блядь, ну так и давай, пальника в него, Вася. И Вася вытаскивает из заднего кармана свой пистолетик и стреляет как бы в Немцова и подстреливает его как зайца, да, буквально, что там, как собаку под забором. Ну, научившись стрелять в этом ДНР и ЛНР, ну, как бы, да, люди уже, у них нет тормозов. То есть всё, все эти заклинания, которые там Быков в своё время произносил на радио «Эхо Москва», что вот приедут, научившись стрелять и начнут это делать. Вполне возможно, что это так и было. Вот Захарченко выступил вдруг с заявлением о том, что, типа, за две недели до убийства Немцова он уже об этом знал, потому что там кто только в ЛНР и ДНР не знал об этом, только ленивые, типа, все знали. И что это, типа, ребята Кадырова, которые приехали и вот это сделали. И они, типа, не скрывали ничего, они просто там всем как будто бы рассказывали, да, мы, типа, собираем всё это замочить там и так далее. Ну, типа, приехали и замочили, а что там, от слов к делу. Вот у них, как бы, слова с делом не расходятся. А у таких людей, как Мальцев и прочих, да, тренированных бойцов, к сожалению, слова расходятся с делом. Да, можно себя обманывать тем, что ты месяцами и годами даже выходишь в эфир и на радость ботам чаще всего комментируют Мальцевы, увы, обыкновенные боты. А уж синие люди, все те, кто его смотрит, он там сегодня говорил, о, смотри-ка, сколько меня смотрит, почти 10 тысяч в прямом эфире, вот, в трансляции, там, люди. На самом деле, я посмотрел, невооружённым глазом видно, что это боты. От него это почему-то как-то, эта инфа, она так улетает, да, он не может различить бота и человека, а я-то вижу там, как сторонний наблюдатель, да, кто там во френд-ленте, в чате, кто у него тусуется. Сплошные боты. То есть, вот, сидит человек, сам себя обманывает, его боты комментируют, он на коменты ботов отвечает. Ну, есть, конечно, настоящие люди, но их, я думаю, процентов 30. Всё остальное, 70% это боты, да, и он там рассуждает про власть, про то, что мы придём к власти, вот, мы там будем наказывать, вот, вы там, чиновнички, бойтесь, вот, мы там, всё. Всё было бы это очень хорошо. Я Мальцева весьма симпатизирую, на самом деле. Но, видимо, уже не то время, когда интеллектуал, гуманист может просто сидеть в студии и рассуждать о том, что когда-нибудь что-то произойдёт, значит, какие-то даты там и прочее, вот тогда-то. А жизнь, она вносит, как говорится, свои коррективы. Эти коррективы, они такие мрачные. То есть всё в России развивается, увы, гораздо интенсивнее, чем положено. Об этом и Невзоров сегодня говорил, опять же, на том же радио «Эхо Москвы». Говорил, увы, намного мрачнее, отстранённее, дистанцирование. Но за этим дистанцированием я увидел, опять же, мрак, просто полный мрак. Невзоров старается быть таким показным циником, как вы знаете, но за этим цинизмом, конечно, скрывается и гуманизм, и романтизм, и всё, что хотите, всё, что свойственно интеллектуалу. И вот меня, конечно, всё это совсем погружает в полную фрустрацию, потому что неужели вот этим всем закалённым воякам, которые умеют стрелять прекрасно по мишеням, достаточно выпускать пар, просто сидя в сети. И всё как бы. И они никогда своё ружьё со стены не снимут, а будут дожидаться, когда и к ним приедут, и замочат в подъезде, или даже посреди города, там, в центре, да. Такое может быть, к сожалению. С любым сейчас это может быть. Потому что совершенно не важно. Ну, ясно, что это никакие там не бытовые разборки, да, а вот именно то, что справедливо говорят некоторые люди, что, да, там Путин, может быть, и не заказывал никого на самом деле, а просто вот ехали люди, увидели, застрелили. Ну, скорее всего, так и есть. Почему они это всё сделали? Ну, потому что нагнетался милиндористский психоз. Впрямую говорят на митинге антимайдана о том, что надо уничтожить физически пятую колонну. Владимир Владимирович, только дайте приказ. Государь, дайте приказ. Мы всех уничтожим, замочим. И так далее. Ну, это вы можете всё услышать. Ничего тут нового нет. Спасибо за внимание. Чао-чао. Подписывайтесь на канал. С вами был Олег Матвилов.